Росэнергоатом На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Павел Лубенский сообщил о техническом состоянии Смоленской АЭС и о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. На Смоленской АЭС в работе 3 энергоблока. Общая мощность составляет 2952 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 21 день июня энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,3 млрд кВт-часов, что превышает плановое задание на 95 млн кВт-часов. С начала года выработка составила 9,7 млрд кВт-часов, сверх плана 178 млн кВт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Актуальные вопросы повышения безопасности дорожного движения обсудили участники конференции «Общество с ограниченной ответственностью Энергоатоминвест». Конференция была организована для руководителей и специалистов АЭС «Авто» и АЭС «Сервис», действующих в девяти регионах расположения организаций атомной отрасли. Входящие в структуру «Общество с ограниченной ответственностью Энергоатоминвест» предприятия оказывают многопрофильные услуги, в том числе транспортные по перевозке персонала и грузов атомной станции. На площадке Смоленской АЭС участников конференции по безопасности дорожного движения приветствовал директор атомной станции Павел Лубенский. Работу форума по видеосвязи из Москвы возглавил первый заместитель генерального директора акционерного общества концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава. В своем выступлении он отметил, что безопасность для «Росатома» – безусловный приоритет. Она важна во всех сферах деятельности, в том числе при обеспечении дорожного движения, автотранспорта, дочерних обществ концерна. Эта конференция уже вторая. Первая конференция была проведена на базе Курской атомной станции. Были подняты достаточно серьезные вопросы, начиная от стандарта безопасности движения концерна, заканчивая разбором наиболее частых дорожно-транспортных происшествий. За два года значительно обновился автопарк дочерних обществ «Атомэнергоинвест». Сегодня он насчитывает более 1700 единиц техники. Программа обновления будет продолжена и в этом году. Для эффективного управления транспортом на всех автопредприятиях используется автоматизированная система «ГЛОНАСС» с возможностью интегрирования данных спутникового мониторинга движения транспортных средств. Ведется работа по повышению квалификации водителей. Для предотвращения человеческих ошибок при управлении транспортными средствами внедрена и развивается действующая в атомной отрасли философия культуры безопасности. Наше сотрудничество, оно плодотворное и в интересах обоих предприятий. Для тех услуги, которые оказывает «Смоленская АЭС-сервис», для «Смоленской станции» очень важны. Мы доверяем «Смоленской АЭС-сервис». Самое ценное, что у нас есть – наш персонал, безопасную перевозку. И, конечно же, безаварийная работа, она важна. В рамках конференции ее участники посетили одно из ведущих автотранспортных предприятий региона «Акционерное общество «Атомтранс», которое оказывает услуги пассажирских и грузовых перевозок «Смоленской АЭС». Руководство «Атомтранс» уделяет большое внимание не только безаварийной работе, но и соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы в условиях пандемии уберечь здоровье персонала атомной станции. Более 40 школьников Десногорска и Рославля стали победителями проекта «Росатома. Собери портфель пятерок». 44 учащихся школ Десногорска и Рославля, чьи родители работают на «Смоленской АЭС», показали отличные успехи в учебе. С замечательным окончанием учебного года участников проекта и родителей поздравил председатель первичной профсоюзной организации САЭС Игорь Хомяков и поблагодарил родителей, которые прилагали все усилия и помогали своим детям. Задача отраслевого проекта – повышение мотивации детей к достижению высоких результатов в учебе и их уважения к работе родителей, вовлечение талантливой молодежи в атомную энергетику. Начиная с пятого класса я принимаю участие в портфеле пятерок. И каждый год для меня это как личная мотивация к тому, чтобы я отлично заканчивала год. Это стимулирует мои какие-то трудные моменты. Я всегда вспоминаю, что вот я же самой себе обещала, и, наверное, это дает толчок к тому, чтобы не останавливаться. Если у тебя есть цель, которой ты идешь маленькими шажочками, если ты замотивирован, то ты не будешь зазубривать. Ты будешь легко воспринимать информацию и все равно достигать того, что ты хочешь. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин